Четверть века в Люберцах работает фабрика по производству кухонной мебели. На предприятии трудится более 300 человек. Большинство из них живет в округе. Тему продолжит наш корреспондент. Мебельная фабрика специализируется на производстве кухонных гарнитуров, различных расцветок и стилей. В ассортименте около 40 моделей. Есть потоки изготовления фасадов из деревесных стружечек плит, из ДСП, ТСС. Есть у нас мембранно-вакуумный пресс, где мы изготавливаем кухни, используя пленку ПВХ. Мы и окрашиваем кухни, есть эмаль. Используем также материалы массив, из массива изготавливаем кухни. Сергей Тримаскин на фабрике почти три года. Первые месяцы работал на кромочном станке под руководством опытного наставника. Теперь сам обучает молодежь. Нам сверху с ПДО загружают программы сюда в компьютер с раскроем, с размерами. Я с помощью крана Трайтека загружаю его себе на станок со склада, запускаю эту программу и станок уже сам нарезает в размере эти детали. По технологической цепочке боковины, полки и другие детали кухонного гарнитура поступают на раскроечный станок. Затем на покраску, шлифовку эмали, лакирование и сушку. Уже готовую продукцию проверяет контролер ОТК. При выявлении производственного брака деталь отдают на доработку или утилизируют. Фасад выдерживает нагрев 110 градусов по Цельсию. Кроме термостойкости и влагонепроницаемости, фасады выносливы к возможным повреждениям и загрязнению. Глава округа Владимир Волков в этом лично убедился. Компания идет все время вперед, развивается, дополнительно вводит свои мощности, дополнительно вводит блоки, те, которые необходимы для производства. Мы обсуждаем вопрос поддержки предприятия и расширения его, потому что мы заинтересованы в налогах, которые поступают от каждого производителя. Это наши российские производители, которым мы желаем только успеха и движения вперед. Еще четверть века назад на предприятии изготавливали не более 500 кухонных гарнитуров в месяц. Сейчас производительность увеличилась до 15 тысяч.